Хулабзеква День памяти и скорби 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 по округу номер 35 Каха-Пертая, в свою очередь заверил собравшихся, что все вопросы, касающиеся документирования, будут решаться в кратчайшие сроки. Оксана Топагуа, Пижан Микава, Борис Цацхуа, Гал-ТВ. 22 июня 2017 года в ходе проведения с сотрудниками СГБ Республики Абхазии и пограничным управлением ФСБ России, в Республике Абхазии совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы в районе села Сида Галского района обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Из схрона изъято 1 автомат Калашникова АК-74 калибра 5,45 мм и боеприпасы к нему, 1 ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, 1 пулемет Калашникова ПКМ, 4 тротиловые шашки, 1 гладкоствольное ружье калибра 16 мм и боеприпасы к нему, 2 самодельные маски для сокрытия лица. Проводится комплекс оперативно-разыскных и экспертно-криминалистических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному схрону. Рынок – это сфера деятельности, без которой не обходится ни одно общество. В репортаже Анжелы Убилавы вы узнаете о режиме работы рынка и на каком уровне находится сфера обслуживания. Без рынка не обходится ни одно общество. Какова система отношений между продавцом и покупателем, кто определяет его ценовую политику и на каком уровне сфера обслуживания потребителей, мы узнали у директора рынка и самих участников этой сферы товаров и услуг. Ну, мы здесь делаем хачапури, пирожки, чебуреки и всякое такое мучное. Ну, сейчас такое кризисное время, вообще-то очень мало сейчас торговли. Да, ну, мы надеемся, что будет скоро. Ну, это кто в селе живет, они как-то пропитаются, а кто в городе живет, они на что прожить. Не на что. Нет ничего. Так ведь? Лишь бы как-то прожить. Ну, зависит от населения, потому что нету мандарина цены, нету ореха цены, поэтому люди бедные стали. Правда, не очень торговля в последнее время очень вот такое. Ну, я где-то год тут стою. Ну, они раньше говорили, что хорошая торговля была, а сейчас не так. Меньше у людей деньги. Негде работать, ничего и поэтому. Вот у меня 500 рублей пенсия здесь, это кому хватит? Ну, я ничего. Нормально. Ранним утром на центральном рынке жизнь кипит, люди смотрят, снуются войсками, покупают все необходимое. Но, как отмечают многие продавцы, так бывает не всегда. И в основном они провожают взглядом покупателей, которые чаще всего проходят мимо. Специй я продаю, но покупателей нету. Ждем, кто покупает. Будет покупатель. Сегодня нету, завтра будет. Я с Меркулы, чемчирский район. Часто ездили сюда на рынок? Ну, да. Устраивает ли вас количество товаров, качество, разнообразие, цены? Ну, чуть-чуть дороже, конечно, чем раньше. Ну, да, есть разница? Разница есть. А чемчири более дешевле, чем здесь. Качество обслуживания устраивает? Да, устраивает. Да, очень хорошо обращается. На первом этаже здания в основном ряды с продовольственными продуктами. Крупы, яйца, молоко, овощи и фрукты. Чего здесь только не увидишь. Яблоки, бананы, груши, виноград. Из овощей картофель, капуста, фасоль, морковь. И это далеко не все. На втором этаже представлены торговые ряды с детской, женской и мужской одеждой. А также различные аксессуары для дома и семьи. Большинство продавцов жалуются на то, что нет документов для того, чтобы перейти границу и приобрести товары, а соответственно нет торговли. Но что они сами делают для того, чтобы покупаемость возросла, а товарооборот увеличился? Достаточно ли честны и вежливы перед людьми, готовыми приобрести тот или иной товар? Вот в чем вопрос. Ведь привлекательность рынка определяется не только разнообразием товаров и приемлемыми ценами, но также немаловажную роль играет качество обслуживания. Очень важно желание сделать покупку потребителя приятной. И, конечно, когда сталкиваешься с тем, что видишь, например, весы оказываются вне поля зрения покупателя, а продавец с вопрошающим и недовольным взором осматривает тебя и с игнором отвечает на просьбу указать весы, желание купить что-либо у подобного продавца отпадает напрочь. Но есть и честные продавцы, которые с приветливой улыбкой и ненавязчивым тоном со всеми сопроводительными документами обслуживают покупателей, у которых, соответственно, и спроса больше, и товарооборота в целом. По словам директора рынка Давида Берадзе, положительной динамики нет, и связано это с инфляцией, кризисом и неустойчивым положением в обществе, которое наблюдается за последнее время. Также он рассказал о режиме работы и предстоящих планах в этой сфере. Вот скажите о режиме работы. В какие дни, в какое время? В среду, в пятницу и в воскресенье с 7 утра и до 2 часов, вот так вот мы скажем. В принципе, здесь 12 уже рынок, но до 2 часов у нас. А что мешает ежедневной работе? Ежедневной работе народу мало. Просто мы не можем объять столько народу. Мы сколько раз пытались это сделать, но из сел должны приезжать люди. Сейчас в городе нет столько народу, чтобы ежедневно мы работали. Администрация города чем помогает вам? Ну, помогает, как не помогает. Каким образом? Каким образом? Ну, что именно. Вот у нас на улице раньше мы сами там уборку делали, потом мусор вывозят. Это все. У нас есть договора с соответствующими организациями. И вот так вот работаем. Что вы можете сказать о сфере обслуживания? У нас здесь почти все есть. Все сферы обслуживания, кроме парикмахерской. Конечно, рынок – это сфера деятельности, без которой сложно обойтись любому человеку. Именно поэтому хочется, чтобы продавцы и покупатели были вежливы, а цены приемлемы. Благодаря этому правильному взаимодействию возможен такой торг, когда все будут довольны. Анжела Убилава, Пижан Микава, Парис Цацуа, Кал-ТВ. Поле 50 дворов в стиле Приморское и Галского района обеспечили бесперебойной подачей электроэнергии. Об этом рассказал директор Галского филиала РУП «Черноморэнерго» Ниас Жгириная. По его словам, в 2006 году силами «Черноморэнерго» и местной РЭС удалось построить линию электропередачи с подвеской провода ПС-25, что немного улучшило ситуацию с подачей электроэнергии. Однако напряжение было 100-110 вольт. Этого не хватало для полноценного использования даже бытовой техники, так как линия проходила по морской набережной, стальной провод постепенно разрушался из-за коррозии, что приводило к частым авариям, поэтому люди подолгу оставались без света, рассказал Ниас Жгириная. «Мы заменили старый провод на новый, протяженностью более 16 километров. Эти работы позволили обеспечить жителей села бесперебойной передачей электроэнергии», сообщил Жгириная. РУП «Черноморэнерго» также планирует провести капитальный ремонт силового трансформатора 400 кВт в селе Приморское и Галского района. Директор Галского филиала подчеркнул, что работы проходили благодаря финансовой поддержке местной районной администрации. Новости культуры. Отдел культуры администрации Галского района представил на 9-м международном фестивале юниоров национального творчества «Мир без границ» лучшие коллективы детской эстрадной студии «Родники», хореографический ансамбль «Самурзакан» и дебютантов фестиваля участников ансамбля при школе села Аберкид. Подробности в нашем репортаже. В городе Гагра в зале пансионата «Солнечный» 22 июня завершился 9-й международный фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества «Мир без границ». Участниками фестиваля стали ребята всех районов Республики Абхазия и многих городов Российской Федерации. Стоит отметить, что больше всего участников представлял город Гал. Название проекта «Мир без границ» определяет формат этого конкурса. В центре внимания фестиваля юниоров, представителей народов, проживающих на территории бывшего Советского Союза. Фестиваль проходил по различным номинациям. На конкурсе было оценено профессиональное творчество в номинациях. Хореография, вокал, фольклор, народные инструменты, включая изобразительное искусство. На нашем празднике, на конкурсе, уже девятом по счету фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества «Мир без границ» нас очень порадовали коллективы из города Гал. Если честно, я очень вообще прониклась к этим ребятам из этого города. Они какие-то особенные. Я очень искренне порадовалась всему, что мы здесь видели и слышали. Калский район на конкурсе представила детская эстрадная студия «Родники» и хореографические ансамбли «Самурзакан» и «Абуткет». Студия «Родники» художественным руководителем, которая является Вадим Ихвая, вот уже третий год как участвует и завоевывает призовые места. Очень приятно, что тщательным образом руководитель группы вокалистов Ихвая, Вадим, подходит к выбору репертуара. Он очень соответствует и детскому возрасту. И даже если получается какая-то там вдруг песня для взрослых, тем не менее она переживается удивительно и экстренно, тоже по-детски, но сильно. Спасибо большое за такой результат. Мы будем рады всегда встретиться с вами. Участники творческих коллективов «Самурзакан» и «Абуткет» выступили в первый раз на этой сцене. Но несмотря на это их дебют был великолепен. Незаром ребята получили диплом лауреата первой степени, а их руководители благодарственные письма и были приглашены в Санкт-Петербург. Я очень рада, что сегодня многие ребята из города Гал отправились счастливые, радостные, с дипломами. Хочется сказать, что руководители, родители воспитали таких замечательных детей, и сегодня эту радость разделяют они тоже. Приезжайте на конкурс, завоевывайте награды, получайте дипломы, и мы ждем вас обязательно для получения диплома Гран-при. Все участники международного фестиваля выступили блестяще. Ребята ценили по достоинству и наградили дипломами. Впервые увидел и вокал, и хореографию из вашего Гальского района. И с чем хочу поздравить руководство и непосредственно руководителей и вокалистов, и хореографов. Удивила очень хорошая репетиционная работа, а слаженность исполнения всего танца, так держать в дальнейших успехах. На этом все. С вами был Ника Гачава. До новых встреч в эфире. Абзия раз. Чекиро ордат.